Телеканал КРТ представляет Вместо слагающих сумма не изменяется Поэтому количество юморных реприсов будет ровно такой же, как и в предыдущих выпусках Давайте пока не будем сами себя не поднимать, а опускать Уделим некоторое время национальной ради нашей, нас ради Что хотелось бы заметить Как вы все знаете, кто следит за той ситуацией Вот кто следит, тот и знает Вот поэтому следите, знайте Что НАЦРАДА в четверг, в прошлый четверг, 30-го числа Приняла решение о непродлении лицензии для телеканала КРТ Но в связи с тем, что все-таки иногда юристы там просыпаются И они понимают, что они нарушают много-много различных позиций В связи с этим решение о, скажем так, непродлении лицензии для телеканала КРТ В пятницу должно было быть выведено решение на сайте Совсем другое Представляете, да Вот они проголосовали на видео одно И здесь появляется как раз решение А вот решение совсем другое Представляете, какие чудеса Вот прям вспоминается, знаете, когда были самые хорошие, прекрасные времена 90-е, когда мы маленькими детьми ходили Вот были такие наперсочники Да, они так говорили, где шарик? Вот ищи, где шарик И что же появилось на сайте НАСРАДА? Хочешь спросить Денис, но я его опередил Да, появилось совершенно замечательное другое решение Где они говорят, что они решили перенести вопрос о продлении лицензии Представляете, что же случилось? Что происходит? Диво дивное просто хочется сказать Они просто взяли и обманули карася Они просто обещали Они вышли, вышел представитель и кратко говорит Мы решим лицензии Кстати, ходят слухи такие, очень сильные слухи По поводу того, что некоторые националисты не очень довольны Недовольны, что их, оказывается, немножечко в темную использовали И они не знали, что, оказывается, НАСРАДА рассматривает решение О позаплановой проверке, о внеплановой проверке Которое основывается на том, что мы недолжным образом ЛГБТ представили И получилось, что не всем националистам нравится защищать права ЛГБТ Получилось именно так Получилось именно так, да Что поделать, если ты националист? Кто тебе платит? За того ты и... Нет, я думаю, что... Я очень надеюсь, я искренне надеюсь, что, так сказать, не перевелись еще националисты на Руси Послушай, ну тот же Богдан Ходоковский, который был у нас в эфире против ЛГБТ А я напоминаю, что это глава партии Организации Традиции и Порядок Традиции и Порядок Вполне адекватный, вполне нормальный парень Стоял, говорил и полтора часа обосновывал свою позицию Заметьте, не кричал Именно говорил, то есть он не кричал Он не кричал, ну то есть он ничего не сделал такого, чтобы... Представляете, он также может конкретизировать свою позицию Высказать ее Аргументировать Без криков, да, без кулаков вообще удивительно Ну такие... То есть, надо сказать, что заявили они одно, а получается, что нам... Что-то, что-то там они почувствовали Что-то их какой-то червячок, сомнения, прогрыз полностью их черепную коробку А сколько членов в нас ради? Членов восемь Есть немного, а членов восемь, да? Нет, там семь членов и одна... Членкини Шесть членов и две членкини Две членкини Получается того шесть-восемь, получается восемь, да? Дорогие подписчики, наши любимые друзья Давайте вместе с вами решим этот вопрос Потому что мне иногда кажется, что, когда продлевают Чего-то ждут На тумбочке Что-то, чего-то ждут членкини и членкинята Я не просто так в черной рубашке, я попытаюсь это объяснить У меня очень плохое какое-то настроение с утра Я долго не мог понять, почему Отвратительное Я не знаю Я прям хожу и вот вроде как У меня вроде день с турка Но если раньше день с турка меня проходил в каком-то другом настроении Вроде точно так же И говорится, почему все не так вроде все как всегда А нет, лучше другую песню Цоя И вроде жить не ту жить и так далее Откуда-то взялась печаль Но оказалось, что мои предчувствия были оправданы И сегодня И сегодня в центре Киева мужчина захватил банковское отделение Причем захватил он в самом центре города его Захватил Юниверсал банк, который является банковской матерью для монобанка Возможно, возможно Этот мужчина зашел и говорит А захватить моно Он моно хотел себе Потому что он узбек Да, это вот К нам приехал Он хотел стерео, но пришлось захватить моно Покажи, покажи мне Вот мне нравится такой Вот он Замечательный Монопанк Еще, наверное, не выбилось До-после Да, то есть вот Вот, до-после Да, к счастью, террориста уже задержали Суть в том, что некий гражданин Узбекистана Сухроб Каримов приехал в Украину Сухроб? Сухроб? Просто одновременно послышалось Сухроб Каримов приехал в Украину Укроп? Нет, Сухроб Если бы он был укропом, его бы уже взяли На покупке какие-нибудь украинские депутаты Вот, этот парень приехал из Узбекистана Попросил политическое, кажется, убежище И вот уже несколько лет живет в Украине Однако у него очень специфические соцсети Он сегодня объявил джихад Призвал убивать и королеву Британии И Владимира Путина И много кого Он патриот? Он сказал Не совсем А сколько он лет прожил в Украине? Знаешь, читали так Значит Он хочет убить королеву Великобританию Мне кажется Убить его, потом хочет убить Путин Может возьмем ему поруки? Подождите, сколько лет он прожил в Украине? Около трех Около трех лет Смотрите, друзья Лайфхак, стартап и так далее В принципе, человек приезжает в страну Ну и видит наши реалии Он видит, что у нас захватываются У нас сервисы периодически такими занимаются Дальше У нас не любит Путин Он предлагает Путина убить О, о, о Думал, ты мой родственник А вот И, собственно Какой милый человек Это был до Украины Это он до Украины Это он еще любил медведей Сейчас он Давай сейчас Я извини, что я тебя перебью Не перебивайте меня, когда я вас перебиваю Да Хочу напомнить, что буквально два выпуска назад Мы говорили о том, когда произошел первый террористический акт Что ни в коем случае нельзя медийно раскручивать данный момент Потому что последуют другие подобные террористические акции Я назову это так, наверное, акции больше И что же мы видим? Сейчас уже это по счету третий За весьма короткий промежуток времени Есть предложение Продолжение в следующем Просто смотрите нашу программу Прислушивайтесь Улыбайтесь Делайте выводы И не смотрите никакие другие программы Подписывайтесь на КРТ Гновите на ЦРАДу И все будет хорошо Резюмируем Все хорошо Полиция Вернее, это работало не полиция Это работало другое ведомство Служба безопасности Украины сработала очень быстро Очень четко Ребята забежали Скрутили Карима Вышли с ним Вот он уже скрученный Обезвреженный Скрутили Карима в Каримат Бомбы, к счастью, приняли И оказалось Из гражданских никто не пострадал Только можем это поприветствовать А бомба была? А был мальчик А вот еще не сказано И, ребята, смотрите, какая интересная возникает вот только что у меня ассоциация Значит, президент Украины Делает во время первого теракта или там теракции Делает обращение к террористу Выполняет его требования Все обходится хорошо Гражданам, да, он делает Ну, в принципе, одно и то же И после этого в стране нарастает хаос Возникает одна ситуация Полтавский террорист Вот уже третья, буквально за чуть меньше, чем две недели Вот уже третья террористическая ситуация И Зеленский переезжает на государственную дачу Должны быть периметры отсечения Звучит как-то очень по-военному и очень угрожающе И вот Ради безопасности Да, в пресс-службе президента Отсечение от кого? От челюдин Она находилась в неудобном месте А фактически невозможно было обеспечить охрану со стороны УДО Вокруг жилья президента Украины должны быть периметры отсечения Чтобы невозможно было просматривать окна из соседних зданий А там невозможно было обеспечить коридоры охраны Когда президент выходил из дома Незнакомые люди приезжали к соседям Охрана не могла их проверить То есть был целый ряд нарушений к требованию охраны высшего должностного лица Но это еще не все Мы же вспоминаем того Зеленского Который был не Зеленский, а Голобородько Катался на велосипеде Шел в трехкомнатной квартире Любил собаку и маму Ты закончишь, я продолжу Ребята, вот Чем заканчиваешь? Есть уже готовое Межигорье Так, зачем? Его специально для Зеленского немножко поддерживали в нормальном состоянии Зачем люди заплатили деньги для того, чтобы там все сохранялось Вот, пожалуйста, бери, приезжай, радуйся, ищи золотой унитаз Я хочу продолжить мысль Дениса Ведь мы помнили там Голобородько А я помню именно Зеленского Я помню Дуганск Цирк, выступление 95 квартала И я помню, как я к нему подходил фотографироваться Мой дедушка меня фотографировал Еще дедушка мой смотрел танцы со звездами И спрашивал, говорит Воу, а что ты здесь делаешь? Ты же должен быть в Испании Ты же там победил И он ответил Ничего больше не ответил Он реально просто как-то очень задолбнулся Голос такой вот И что могу сказать? К нему постоянно подходили люди Хотели там сфотографироваться Хотели там получить автограф Мне кажется, это последствия Он устал от людей Он устал Он просто за эти годы Каких людей? Че эти? Ну вот этих всех, да Вот этих всех Таких, как я, которые к нему подходили И так далее И теперь он вот этот периметр отсечения Более того, я бы сделал точно так же Пулеметные вышки Кажется, целпатия Рвы, крокодины То есть, как-то так То есть максимально Рвы, крокодины И небо надо перекрыть И все надо перекрыть И наслаждаться жизнью Но Он ходил, как в Швейцарии А в Швейцарии? Садится на велосипед и едет Зеленский искренне верил Что в Украине это тоже может работать Он не понимал, что Украина другая страна Страна конфликтная Страна постоянного хайпа Это не Швейцария, где все дело Он не понимал, боющийся стране Постоянно потом Тут небезопасно Манифестации Перекрытие дорог Господин президент Проснитесь У вас уже полтора года Полномочия президентские Почему? Вот те ребята, которые нарушают законы Украины И перекрывают дороги Просто потому, что им хочется Это небостоящая шарфа А у ребят есть фамилии и название партии? Не люди без зарплаты уже второй год Свои приветствия и лошадь? Нет, это какие-то падающие националисты Как их называют там бродячие Не буду продолжать дальше Это вполне известные имена и фамилии Которые ходят на митинги Которые харчуются тем, что ведут общественную активную деятельность Почему? И прославляют людей Представителей еврейской национальности Вы только что прослушали официальное обращение Дениса К президенту Украины Владимиру Зеленскому Не всякому узбеку-террористу Скоро найдется 40 тысяч гривен Понимаете? Потому что именно такую сумму запросил этот узбекский террорист Наверное в его... Мы будем надеяться, что для нашего государства В скором времени 40 тысяч гривен Не будет никакой проблемы Потому что доллар будет по 600 Какой ужас Нет, нет, нет Не надо рассказывать Ладно, я надеюсь... А молодость... Знаешь, что, к сожалению, мне писали, что многие... Ну, сейчас это минутка саморекламы Что многие предсказания, которые я... Ну... Ляхал Они, к сожалению, посбывались Вот я надеюсь, что про 600 оно не сбудется Давайте все верить в то, что гривна сильная валюта И никаких негативных изменений в эту сторону не будет Тарас, как ты думаешь? Будет Спасибо, Тарас Ну, не по Владу, так сказать Я просто мысленно задал вопрос Он уже его перехватил и сразу ответил Понимаете? Это страшно Следующее Дальше есть царапичание Украина будет жить Да есть Люди стоят сутками На западной границе образовались просто километровые... Надеюсь, не с медицинскими Километровые очереди, да, сутками Но не в больнице, не в поликлинике и не в отделении интенсивной терапии Люди массово едут в Европу для того, чтобы выпить чашечку кофе в Братиславе, послушать венскую оперу Конечно Замечательная Австрия, да, в поле С клубника, нет, клубника уже закончилась, в общем, с какой-то другой огородной культурой Да, где-то на стройке тут в Киеве слышал разговор двух селян Стерненопольской области Они там чуть не подрались из-за того, что один говорил, что Бах Ну, говорил Бетховен А другой говорил Бабал А ты говорила... Нет, потому что они спорили на музыкальные вкусы и говорили Вот давяще был я, значит, в Вене, вот мне понравилась музыка Баха А тот говорит Моцарт, нет, говорит, это все-таки масон, я не согласен Это все-таки это совершенно не та музыка, которую надо слушать Все-таки можно сказать так, что Карантин заканчивается, правильно? Да, карантин заканчивается именно поэтому на Западной Украине несколько областей Карантин заканчивается и на Западной Украине заканчиваются люди На Западной Украине не только очереди образуются из тех, кто хочет уехать в Польшу и Словакию Но еще и ввели карантинную красную зону Это значит, что снова людям предлагают отказаться от транспорта предлагают людям отказаться от работы школ, детских садов, закрыть государственные учреждения. И вот в Тернополе и Луцке... Тебя еще не до конца бесит твоя супруга. Это не коронавирус, это что-то, наверное, другое. Но вот в Тернополе и Луцке отказались выполнять решения центральной власти. Местные власти решили, что они не будут останавливать ни работу транспорта, ни каких-то общественных институтов. Потому что, мне кажется, вот как когда-то Владимир Корнилов говорил про Донбасс, про ужас, я тебе скажу название этой книги, Донецкая Криворгская Республика, да, там и так далее. Мне кажется, что она живет, он об этом говорил, что это дух, как бы, так сказать, и такая идея живет. Мне кажется, там еще живет идея ЗУНОР или что-то такое. То есть, мне кажется, там люди, как бы, есть центральная власть, но если это в центральной власти не их человек, то они такие, типа, что... Но судя по тому, как они едут работать и потрачить в Польшу, там не только идея ЗУНОР живет. Там идея какая? Идея того, что Польша, это, наверное, часть Родина для части населения, и они себя больше ассоциируют именно с Польшей. Я забыл представить, Денис у нас является главным экспертом по ментальности западных украинцев. Я достаточно много был в Западной Украине, жил-подживал, вполне себе интересно. И следовал. Жил-подживал, но не доживал. Вот я вам скажу, что действительно... Не перешел на украинский, вот и здесь. Я могу говорить украинское, але справді, Тернопіль, Франківськ, Луцьк, це ментально щось інше, воно відрізняється. Ну, ребята, давайте так для нас рады, скажем буквально следующее. На самом деле мы считаем, что наше государство может и должно существовать с учетом различных ментальностей. И это, наоборот, огромнейший плюс государства. И двоязычие – это плюс, потому что сколько языков ты знаешь, только раз ты человек. И вот эти вот разности, они как раз дополняют друг друга. И это очень хорошо. Просто, на мой субъективный взгляд, должно быть меньше людей, которые вот это разнообразие используют в качестве инструмента разрушения и деления общества. Мы все должны быть равны в нашем государстве. И я, так же для нас рады, повторю лозунг ЛГБТ в Украине – ризни, ривни. Ну, переведем их просто на... Понятный и для нас рады язык. Да, везде ризни. В Крымском языке ты имеешь в виду украинский и венгерский? Или, может быть, украинский и польский? Русынско-татарский, закарпатско-крымско-татарский, мне кажется, рано или поздно будет. Очень распространен. Я думаю, что крымско-татарский будет даже не вторым государственным и первым. Потому что, учитывая, как государство... Алик, подсказка – происходит минута сарказма. Хотел бы резюмировать, почему есть все 24 областных центра в Украине – и Симферополь, Крым, Севастополь. Это отдельные города отдельного подчинения Севастополь, автономная республика Крым. Почему некоторые считают себя более равными, чем другие? Почему одни могут не выполнять требования центра, потом говорить, что Украина едина, но Украина только такая, которую мы хотим ебачить? Ну, как-то это очень странно. Как-то тогда получается. Подумайте на досуге и напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Пьяный народный депутат Адарченко в Железном порту. Это видео мы увидим отдельно. Он хочет денег, да? Он хочет дать денег для того, чтобы спасатель слез со своего помоста и отдал микрофон депутату. И депутат сейчас все объяснит вот этой вот тупой толпе вот этих тупых люмпинов, которые что-то на него кричат. Ну, они качалю, это челядь. А от какой партии он депутат? Слуга. Слуга народа. Вот он забрал микрофон, не знаю, за деньги или нет, и пытается объяснить свое поведение. Его помощник снимает эту негодующую толпу в конечном итоге. И чтобы помочь депутату, он выкладывает социальные сети. Это очень правильное умное решение. И вот ему кричит толпа. Толпа кричит, ганьба. Толпа кричит, ганьба, кричит ему толпа. Полицейские сидят и что-то в домино режутся, но... Они не займут, они ждут заказы. Они недовольны. Их толпы, может быть, но недовольны также и отдыхающие. Объясняю ситуацию. Народный депутат. Доктор наук. Да, Денис, мне тут надо объяснять, потому что я совершенно... Как-то зацепил во время отдыха... Так, пять кружек пива. Ну, судя по всему, да. Пять кружек пива. А вот такого вот крупного... Ну, здесь он зацепил еще и пять кружек пива. Мы оказались черновски правы. И вот он зацепил какого-то 120-килограммового коричневого мускулистого отдыхающего, который говорит, ты мне сто лет не нужен. Но он его зацепил, что-то там его в лицо вот так вот оттолкнул и ушел. Депутата это очень возмутило. Потому что он же депутат. Да, он попытался напасть в ответ на него, начал быковать на окружающих. Окружающие уже от него пытались бежать, потому что это депутат. Несмотря на то, что коричневый был большой дядька, но именно коричневое вещество стали избежать именно депутата. Да, в конечном итоге против этого отдыхающего возбудили уголовное дело по хулиганке, что-то там, нанесение лего-статье, превышение... По фигу, по какой статье, главное, что возбудили. По превышению массы тела. Извините, вы нас... ваш мускул... Простите, не буду шутить, сейчас опять насраться. Так вот, в прошлый раз мы шутили против курорта в Кирилловке. Сейчас шутим против курорта в Железном порту. Возможно, останьтесь этим летом дома, съездите на дар... С семьей на две недели, не выходя из квартиры. Поработайте, в конце концов, на работе и заработайте больше денег. Вот мы, например, так и поступаем. Денис, а я вот хотел бы прервать хронологический порядок подготовленных новостей и сказать две никак между собой не связанные вещи. Первая, у меня есть не только татарские корни, а вторая... Это ты очень вовремя заметил. Да, а вторых, есть новость, которую надо будет обсудить. Я вот сейчас вспомнил буквально. Веди, пожалуйста, в кумбле Хасиды Умань. Хасиды Умань не приедут. Приедут. В том же деле. Вот уже и приедут, пожалуйста. Проверяем. Свежая новость. И я считаю, она... Ну, я лично улыбнулся. Хасиды Умань проверяем. Новость. То есть они обошли. Дело в том, что они придумали, как обойти запрет. Они решили там в районе 300 долларов платить за временное... Как-то там... Писали, как будто они там живут. Как это правильно называется, в общем? И они, в общем, вызывают деньги. Сделали временную регистрацию или что? Временную регистрацию платишь. То есть дополнительно к путевке они еще поломническая. Я сейчас просто рассказываю нашим зрителям, которые как раз я записываю. Так, как приехать из Израиля Умань. Я прям вижу. И они обошли этот запрет. Просто удивительно. Как хасиды до этого додумались в Израиле. Додуматься, 300 баксов достать и решить вопрос. И решить вопрос. Просто какая нестандартная схема решения за деньги каких-то вопросов... Для израильских граждан, понимаете, для хасидов. Самое смешное, что как мэр Умани, когда он сказал, что он назвал невозможность приезда хасидов на свой праздник в Умань победой. Ну, потом, когда пришлось удалить. Это перемога. Это перемога он назвал. Евреи не приедут в Умань. Это перемога. У меня, Вася, есть к тебе вот тут. Но оказалось зрадым. Небольшая ремарочка, знаешь, такая. В Украину можно приехать, там, 300 долларов, как-то договориться, на отдых. Можно приехать. С отдыха еще и нужно правильно уехать. Вот нашей коллеге, Анастасия Луговой, которая работает на интернете, очень не повезло. Просто феерически не повезло. Потому что она ехала, пользовалась поездами, так сказать, Укрзалезницы. У нас нет других поездов, но дело не в самой Укрзалезнице. Дело в том, что система работает, разбалансирована. Вся государственная система работает как-то неправильно. В общем, смотрите на фотографию вот этой вот обезображенной девушки, которая до этого была вполне симпатичная, телеведущая. Да и после Укрзалезницы. Точнее, нападавшая на нее, на Синдика. Да, в поезде Мариуполь-Киев. Не зря шутят, что после смерти грешники из Мариуполя попадают в Мариуполь. То есть, поезд Мариуполь-Киев. Какой-то полуголый мужик. Не из Мариуполя, а из Запорожья. Я хочу заступиться за один. Удивительно, за один выпуск Денис умудрился сделать так, что он получит звездюлей и на Западе, и на Востоке Украины. Мне кажется, Насраду 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 запрещает только Дениса. Вот он источник этого всего, то, что любит Насраду. Поезд Мариуполь-Киев. К девушке с сыном вкупе обламывается какой-то полуголый мужик. Начинает ее избивать и пытаться изнасиловать. Ужасающая ситуация. И самое сложное и плохое в ней то, что на ее крики никто не прибежал. Ей никто не помог. И она сама должна была решать свой вопрос. И она ехала до Киева. Три часа до Киева оставалось, да. Его смогли задержать какие-то неравнодушные люди уже в другом вагоне. И то проводница, по-моему. Ее приютила проводница, задержали его кто-то там. В другом вагоне, да. И суть в том, что она ехала в купе, в которое вломился непонятный мужик, который ехал зайчиком. Не с ушками, а за денежки, потому что нужно брать билет, а без билета без имени. Я напомню, что он трижды судимый. Там что-то хулиганка, там что-то там. Ограбление, вгон машины. Ну, в общем, социально безопасный человек и на свободе. Это не по-другому, чтобы он еще депутат. Да, либо бывшим человеком, который прошел какие-то места. Смотрите, вот опять же, вот эта ситуация показывает буквально следующее. Мы все мечтали построить какое-то более справедливое, правильное общество. Совершенное общество. В 90-м году и что-то? Можем ли мы построить общество, будучи несовершенным обществом? Несовершенные люди стремятся к совершенству. Вот это на самом деле определенная такая латмосовая бумажка, которая показала, что если тебя убьют, грабят, убивают, то ты наедине со своим насильником. Мне кажется, что люди перестали должным образом реагировать на то, что кто-то нажирается. Да, 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 да. То есть мы уже настолько стали черствыми. И наш канал, и другие... И канал КРТ. И канал КРТ, да. И другие СМИ должны следить за этой ситуацией и довести это дело до того, чтобы этот преступник, а я считаю, несмотря на то, что суда не было, но я считаю, этого человека, это мое личное мнение, убеждение, я считаю его преступником, должен повести... Покажи его, пускай люди запомнят героя наказания. Здесь нет его фотографий, но здесь, смотри, есть... А, вот, вот, вот фотография этого героя. Ты хочешь уже перейти к реакции? Я очень кратко скажу про насилие. У меня есть такое, ну не впечатление, а убеждение, что полностью насилие, избавиться от насилия в государстве невозможно. Но можно определить, от кого будет исходить это насилие, куда, кому и за что. То есть, когда государство не выполняет свое насилие... Оно должно заниматься насилием, оно должно избивать граждан. Ну, каких граждан? Это репрессивный орган, да, государство... Обязательно. А государство убирает руки, и насилие происходит без него. И вот страдают люди, которые... Должен страдать непосредственно... Репрессивный орган должен работать против этого... Не, ну подождите, Градискар, он же сидит уже. В первый раз не могу пошутить как-то, потому что вызывает отвращение просто. Это мерзость. Не знаете, что... Я не хочу шутить, но цемерзость. Замечательный боксер Владимир Усик отжал телефон, потому что Усик супертяжеловес, а Денис Беринчик нетяжеловес. И у Беринчика отжали мобильный телефон. Вот так вот красиво сыграл Владимир. Как этот прием к боксу называется? Отжаться 10 раз. Договорня? Не знаю. Возможно, да. Вот смотри, вот они там что-то сделали. В конце концов вернули телефон, но до этого пофотографировались на него сами. Да, это постановка, да, это сделано просто для того, чтобы как-то снова появиться в прессе и Усику, и Беринчику. Вот я думаю, что... Но эти ребята реально достойны того, чтобы мы о них упоминали. Они достойны того, чтобы... Проходит Беринчик, Усик, вы говорите. Бери мой телефон Беринчика. Ну, Беринчика возьми. Ребята достойны того, чтобы мы им немножко похлопали. И вы напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу наших украинских атаманов, как они когда-то назывались. Это Беринчик, это Гвоздик, Усик, Сумы, Крым, Симферополь. Ну, в общем, да. И Масик, и Италасик. Поэтому, дорогие друзья, заключительные слова скажут в этот раз. Спасибо, что передали эту эстафету. Ну, после заключенного Беринчика, который выходил на ринг, как-то чего-то заключать больше не хочется. Нет, я хочу пожелать, чтобы заключенные были только в виде вот такого забавного выхода, который нам продемонстрировал Беринчик. Я желаю всем, чтобы у нас, давайте так, больше мира, адеквата, не надо никаких террористических захватов, хватит героически решать проблемы. И я тоже кратко ставлю свои 5 копеек, не знаю, почему 5. Больше нету. Где-то есть то ли цитата Довлатова, сейчас могу спутать, что там, говорит, дорогая, я тебя так люблю, а я тебя готов умереть. Она говорит, надо умирать, живи ради меня. Давайте будем жить ради Украины, а не умирать ее в каких-то непонятных, из-за каких-то непонятных вещей. Всем мира! Субтитры подогнал Игорь Негода.